Всем привет! Это Вдох-выдох. Меня зовут Станислав Крючков. Я рад приветствовать вас на канале Ходорковский Лайв. Мы работаем для вас, чтобы важное не оставалось за скобками. Сегодня наш гость – политолог Кирилл Рогов. Кирилл, я рад приветствовать вас. Здравствуйте. Добрый день. К исходу третьего месяца войны. Вот сегодняшние проблемы, ключевые проблемы, с которыми не мир столкнулся, а кремлевская власть, которые определяют и каким-то образом направляют дальнейший ход развития того, что в Москве называют спецоперацией. На ваш взгляд, ключевые развилки, которые сейчас стоят перед Кремлем и Путиным? Ну, ключевая проблема у Кремля и у России на сегодняшний день заключается в том, что война с Украиной, как была Россия, как была не готова к такой войне, так и остается не готова. И мы видим, что в целом, как бы, операция, война проходила несколько стадий. Первая стадия – это была вот покойка Блецкрига, потом совершеннейшая растерянность, очень большие потери войск и техники из-за полной неорганизованности наступления, и за неготовность войск к тому, что будет сопротивление и неготовность вести длительную войну. Отказ от первоначального плана – это вот первый месяц на этом. Второй месяц характеризовался переходом как бы к более такой, ну что ли, спланированной некоторой операции с более ограниченными целями, которые должны были ограничиться только вот Луганской, Донецкой областью и захватом коридора в Крым. Но переход к этому периоду, к этому второму плану, он тоже занял перегруппировку войск примерно месяц довольно хаотических военных действий. И вот к концу апреля, 25 марта впервые военные заговорили о новом плане, а к концу апреля появились первые признаки только его, начало его реализации. В то же время в характере войны произошел за это время еще один перелом, а именно западные страны, которые накануне войны, в первые дни войны категорически отказывались поставлять Украине вооружение, хорошее, нормальное вооружение, тяжелое вооружение, решили еще-таки поставлять. И, наконец, третий этап, третий месяц, его отличительной особенностью было то, что российское наступление на Юго-Востоке оказалось совершенно не таким массированным, впечатляющим, как можно было подумать, продолжается очень такое медленное продвижение войск, где-то они терпят неудачу, где-то они продвигаются, и в этом, в характере боевых действий, вот как мы их видим на третьем месяце войны, когда этот второй план по захвату коридора Луганска и Донецка осуществляется, создается четкое ощущение, что военные не хотят воевать. Они готовы обстреливать позиции другой страны, но они не хотят идти в наступление, не хотят идти и нести потери. И я думаю, что это системная проблема, с которой столкнулся Кремль, и которая будет по многому определять дальнейшее развитие событий. Но, вместе с тем, мы видим, что сегодня создаются какие-то условия определенные, и то, что все-таки продвижение армии российской на Востоке есть, это создает условия для новой фазы, когда Россия, захватив этот коридор в Крым, даже уже не думая о полном захвате Донецкой области, что кажется делом очень непростым, попробуют закрепиться на вот этих вот позициях, которые на данный момент есть. И это создает условия для такого перехода конфликтов, очень характерную для такого рода конфликтов стадию, как бы когда войска не скрепились на определенных позициях, и уже очень трудно им что-то с этим сделать. И это очень ограничено, если российским войскам удастся там закрепиться, в прошлом периоде это как бы российские войска наступали, а украинские войска оборонялись, и это давало им преимущество. А теперь возникнет ситуация, когда российские войска на этой территории будут закрепляться и обороняться, и это будет очень трудная задача, что-то с этим сделать для украинских вооруженных сил. И, соответственно, возникнет патовая ситуация, когда ни одна сторона не может что-то изменить в военном балансе на поле сражения, и при этом Украина оказывается практически отрезана от моря, ее южные порта заблокированы российским флотом, и это будет довольно тяжелая и сложная ситуация, из которой непонятно будет, как выходить. Украинская экономика будет в очень плохом состоянии, она будет, это ее отсутствие портов ее очень ослабит, будут видны потери и колоссальные разрушения, и в то же время тот эмоциональный заряд, который существует, есть, когда Украина ощущает себя победительницей, потому что она способна противостоять превосходящим силам противника, явно превосходящей армии. Этот эмоциональный заряд позитивный, он будет в некоторой степени растрачен, и непонятно будет, в чем победа, и я думаю, это будет очень тяжелый такой выбор, очень тяжелая ситуация, и это очень вероятный сценарий, и достаточно пессимистический для Украины. Это не единственный сценарий, мы можем поговорить дальше о том, какие еще есть сценарии, но этот сценарий нужно иметь в виду, потому что он будет довольно тяжелым для Украины. Кирилл, обязательно все сценарии разберем, а тем не менее, вот этот негативный заряд, который, очевидно, возрастает внутри российской армии, он не может не возрастать, он является здесь фактором, потому что пессимизм, он не есть движущая сила в достижении того путинского плана, об успехе которого говорит сегодня Песков, заявляя, что все в порядке, и спецоперация осуществляется так, как это было задумано. Скажем так, мне кажется, что сейчас вот эта страна не очень важна. Безусловно, Путин понес потери, это вообще очень ошибочная конструкция, было страшно ошибочное решение, ошибочно не только потому, что оно аморально, трагично, ужасно, оно было ошибочно, потому что просто оно было плохо просчитано, и базировалось на совершеннейших ошибках, и Путин в любом случае несет поражение. Но поражение для него на данном этапе еще не является критической проблемой, потому что ему удается сдерживать некоторый негатив внутри страны, и нет значительного сопротивления, нет значительного осознания того, куда Путин в какую трясину, в какую трясину завел Путин в страну, этого осознания еще нету, и пока в этом смысле его это не очень волнует. И он считает, что ему можно, он может предъявить весьма символические доказательства какой-то победы, и пока с этими, манипулируя этими символическими какими-то знаками сдерживать ситуацию достаточно комфортно для себя внутри страны. Так что здесь еще нету, пока нету большого ограничителя. Я думаю, что как бы в России тоже будет, возникнет осознание того, что это трясина, и что это тупиковая совершенно ситуация, это осознание начнет крепнуть не лишь осенью, на фоне такого серьезного ухудшения в экономике. Но пока это не проблема. Что является проблемой, на мой взгляд, и что может быть триггером какого-то другого сценария, это действительно военные и взаимоотношения Кремля с военными. Потому что мне представляется, что вот этот фактор нежелания воевать, нежелания нести потери, на чужой территории, неизвестно ради чего, он довольно силен, и здесь будет напряжение между военными и Кремлем, и военные все более будут играть самостоятельную некоторую роль в принятии решений. И возможно, что там какие-то мощные контратаки украинской армии заставят их даже оставлять позиции, потому что они будут считать, что сохранить армию важнее, чем достичь никаких политических целей на интересах Кремля. В этом смысле сегодняшняя публикация Guardian со ссылкой на источники о том, что Путин лично руководит войсками чуть ли не в статусе бригадного генерала. То есть по факту выдает какие-то указания. Это свидетельство того, что военные уже отстраняются непосредственно управления операцией? Или свидетельство того, что наш Чапай оголил шашку и бежит впереди, ведя за собой свою армаду? Ну, понимаете, я не могу, я не знаю точно, я там не сижу, я там не подслушиваю их разговоры, и как бы очень опасно переходить на такой конспирологический уровень, да? Он лично руководит. Что значит лично руководит? Он звонит по рации, значит, давай наводи вот туда-то. Это непонятно, как это себе представить. И я как бы остаюсь на вот такой позиции анализа каких-то фактов и указаний, может быть, улик. И я понимаю, что поведение военных, оно такое неожиданное, да? Они сказали, что вот они сейчас после Брюкс-Криги сейчас они царят, что на Донбассе. Потом прошел месяц, в котором ничего не происходило. Целый месяц была перегруппировка, и ничего не происходило. Потом началось наступление, но оно совершенно не выглядит таким впечатляющим, как про него рассказывали, к которому надо было готовиться месяц. И создается ощущение, что вот у них нет желания осуществлять активные наступательные операции. Они стараются не подставляться, они считают, что... Вот это мы видим, да? И это явно не соответствует заявленным целям Путина, потому что он хотел бы вот получить 4 области, объявить о создании Новороссии и о большой победе. Но план захвата 4 областей, значит, там, Луганская, Донецкая, Запорожье и Херсон, по итогам которого можно было объявить об окончании операции и о создании вот какой-то там Новороссии, которая либо будет сама по себе, либо присоединиться к России, скорее всего, второе, этот план тоже не проходит. Он не проходит, и он в полном объеме нереализуем. И мы видим, что желания вот какого-то наступления страны военных нету, и из этого я заключаю, что у них есть некоторая самостоятельная роль, они имеют свои интересы и действуют в соответствии с этими интересами. Но это тоже, конечно, мое предположение, да? А дальше уже как это устроено в их отношениях, мы не знаем. Но мы знаем, что некоторые признаки напряжения такого были уже в прошлом, и можем предположить, что это не кончилось. Кирилл, скажите, а вот этот секвестированный план без захвата 4 областей, но с созданием сухопутного коридора и приключением войны в ту самую затяжную стадию, о которой вы сказали с самого начала, его удастся Путину при всей его вот этой машине пропаганды продать на внутреннем рынке как изначальную победу, как реализацию изначальной установки, или накладываясь вот на экономические факторы, на стагнацию, на начало действий санкций, все это станет очевидно, король предстанет голым? Да, это может случиться вот так, пока население демонстрирует, ну не демонстрирует признаки такого широкого недовольства и такая антивоенная позиция, осуждающая вот то, как операция проходит. Можно осуждать саму идею операции и, так сказать, ее изначальный посыл, как ее осуждаю я и как многие, как большинство людей на Западе, как многие демократически настроенные люди в России осуждают ее, а можно осуждать ее с таких обывательско-прагматических позиций, что, может, если устроил, непонятно что, только санкции от этого в армии воевать не может, отсюда расчеты, какая-то ерунда, неэффективность. Вот эта критика, она может развиваться, она будет развиваться, это будет, я думаю, что первый этап такого переключения общественного мнения, он будет именно в развитии вот критики такого вот, отчасти лоевистского, такого дискурса критического. Так вот, это может произойти, и как раз говоря о том, что существует ли альтернатива вот тому сценарию или выход с того сценария, который, значит, был нарисован, бессимистического сценария, я считаю, что да, потенциал как бы такого другого сценария существует, он связан, на мой взгляд, с несколькими новыми факторами, которые могут возникнуть. Это, во-первых, эффективные контрнаступления украинских сил на определенных направлениях, они могут создать некоторое новое ощущение, некоторое новое видение ситуации. Это нежелание российских войск нести потери, даже в обороне, если эта тенденция будет развиваться. И это еще один фактор, это как бы такое развитие событий вокруг нефтегазового эмбарго, вокруг ограничения доходов России от торговли энергоносителями. Это очень непростая задача, это очень непростая история, но если Западу удастся как бы снизить доходы России от торговли энергоресурсами, то это будет еще одним знаком для элит российских, потому что путинская стратегия оказалась проигрышной на всех направлениях, и что нужно что-то сделать, нужно менять курсы, менять стратегию и, соответственно, того, кто будет ее реализовывать. Ну и вот рост того недовольства, о котором мы говорили, который можно ожидать в сентябре-октябре после летних отпусков, это вот три фактора, которые могут создать перелом в ситуации, не в пользу, не в какой перелом, переломить вот тот негативный, пессимистический, инерционный сценарий, о котором я говорил в начале. С нами Кирилл Рогов, политолог. Друзья, не забывайте о лайках и подписках, это действительно важно для продвижения этого видео. Я бы хотел остановиться на третьем и первом из указанных вами факторов. Во-первых, работает ли эта санкционная стратегия Запада вот уже в текущем моменте? Есть ли свидетельства того, что действительно эти нефтегазовые потоки для Кремля станут критически сокращаться? Пока что не видим. И второе, по первому фактору, переход украинцев в возможные наступления, в какой степени это связано с теми 40 миллиардами долларов ленд-лиза и двумя миллиардами от Евросоюза. И как эти деньги, военные, по сути, деньги, можно будет вконвертировать в то, о чем вы говорили в самом начале, в восстановление и в работу украинской экономики. Потому что это тот фактор, который действительно чрезвычайно важен на сегодняшний момент. Да. Совершенно важно. Совершенно верно. мне кажется, что вопрос о украинской экономике это очень важный на сегодняшний день вопрос. И его важность, здесь надо понимать, что речь не идет о том, что вот, окей, сейчас с войной завязываем, занимаемся экономикой, переходим к каким-то восстановлению экономики. Это сложнее, к сожалению, ситуация. И налаживать украинскую экономику надо будет быть необходимо в условиях еще не кончившейся войны, продолжающейся войны, в условиях различного рода угроз, в условиях блокады транспортного южного коридора морского. Но это все равно необходимо. И это необходимо не только в том отношении, что, ну вот, надо что-то есть, люди чем-то должны заниматься. Это необходимо украине как такой новый проект. Новый проект, который будет частью ее противостояния, ее резистанса, и который в тот момент, когда военные успехи окажутся на какой-то период времени невозможные, должны быть другие, как бы, цели, задачи такой национальной мобилизации. И вот эти вот цели, вызовы, они находятся в области экономики, и надо будет как-то придумывать, как экономику восстанавливать. Поэтому это очень важный с политической точки зрения, с некоторой стратегической точки зрения, очень важное направление. Вот. И, ну, конечно, эта масштабная помощь, она очень важна, так называемый ЛНДИС, это очень важно. Но понятно, что здесь очень важна будет и проработка структурная, стратегическая проработка того, как должно это работать, какие ресурсы есть в экономике, чтобы запустить этот механизм. Ну, сейчас будет Пирожский форум, посвященный Украине, и я думаю, что там уже движутся программы того, как это сделать, то есть будет какая-то оказана индивидуальная помощь в этом Украине. Но это, еще раз хочу подчеркнуть, что это стратегическое направление. Оно это не просто вот про как-то налаживать мирную жизнь. Нет, это про то, как страна будет выбирать себе следующие цели своего сопротивления, следующие как бы фронты своего сопротивления при продолжающемся, противостоянии, продолжающейся войне с путинизмом и с Россией. Кирилл, а вы разделяете точку зрения экономистов многих, которые говорят, что вот этот отложенный эффект санкций нам еще предстоит его увидеть. Или в текущем моменте уже можно зафиксировать, что стратегия санкционная Запада, она некоторым образом пробуксовывает, некоторым образом зубец за зубец не зацепляется. И получается так, что Путину удается делать хорошую мину при очевидно плохой игре. Да. Тут санкционный пакет, который вот был введен, он имеет такую специфическую природу, и его влияние на экономику имеет такой очень специфический характер, не тотальный характер. Безусловно, мы вскоре увидим очень большие последствия его, потому что у нас импорт упал, там уже сейчас в апреле считается, что падение импорта в году чуть ли не 75%. Это совершенно какие-то цифры, это мы даже не знаем, чем это обернется в дальнейшем, такой поворот событий, такое падение импорта. Но пока экономика живет на том разогреве, я бы хотел сказать, что накануне войны в России был рост, высокий за 10-12 лет. В годовом выражении, в предвоенные месяцы, вокруг Нового года, экономика росла там на 6,5% в год, пока она не росла уже давно. Это было сочетание выхода из пандемии, восстановления после пандемийного провала и растущих цен на нефть. Но вот этот вот разгон экономики, ее разогрев, который был довольно силен, он довольно инерционный, инерционный такая вещь, и он дал вот на март, там еще вполне такие, не только вполне приличные цифры производства, хотя было падение уже, но не такое сильное, как можно было ожидать, но еще такое оптимистическое вполне ощущение у бизнеса, который на волне этого разогрева как бы чувствовал себя, вот так скользили санки. Вот, но сейчас это будет нарастать, проблемы с импортом и вызванные этим разрывы цепочек производственных, они будут нарастать, прекратятся выплаты тем, кто находится в простое, и это все приведет, конечно, к ухудшению ситуации в экономике, но июль-август страна проедет на теме летнего отдыха, шашлыков купания, а вот в сентябре, я думаю, начнется вот как-то тот поворот, о котором мы с вами уже говорили. Что касается нефти и газа, экспорта, то здесь действительно оказалось, что не затрагивает российский экспорт, энергетический экспорт, который составляет 70% всего российского экспорта. И это очень непростая задача, и при том, что очень большое давление политическое, мне показывается на Западе, на политиков, очень большое давление снизу, чтобы прекратить экспорт, пограничить экспорт. Надо понимать, что задача очень нелегкая, непростая, и что нам предстоит еще некий период турбулентности и своего рода энергетических войн, прежде чем эта проблема будет решена. Кирилл, позвольте, я вернусь к описанному вами чуть раньше инерционному сценарию, сценарию замораживания конфликта, когда одна страна сталкивается с невозможностью наступления, другая страна, очевидно, сталкивается с невозможностью отвоевать то, что наступавшая страна уже забрала. В этой ситуации не оказываемся ли мы в точке 2014, где захватом Крыма фактически произошла эта заморозка через 8 лет, разрешившаяся, начавшаяся сейчас войной. Вот этот замороженный конфликт, обещает ли он, что рано или поздно, когда будут решены внутренние проблемы украинской экономики в этой короткой перспективе, перспективе замороженного конфликта, вновь разразиться в горячую стадию? Ведь это же самый реальный сценарий накопления сил обеими сторонами и снова огонь, и снова убийство, и снова жертва, и снова разрушение. Я вижу такого сценария. И, значит, нужно понимать, что в отличие от прошлого раза, когда, как бы там не только Крым, но там также часть Луганской, Донецкой, да, Луганской, Донецкой, так называемой народной республики, еще две территории, тоже отторженные у Украины, на которых закрепились, значит, военные, на которых нельзя было ничего с этим сделать. В той ситуации политически, как бы, политически Украина частично, как бы, психологически признала отторжение вот этих территорий. И, как бы, с этим, ну, можно жить дальше. Было заморозить. Сейчас сложится ситуация, при которой невозможно, может сложиться ситуация, да, это один из сценариев, не обязательно, что именно он реализуется. Может сложиться ситуация, при которой военным путем будет очень сложно это как-то восстановить статус по территории, но при этом Украина категорически не признает отторжение этих территорий и будет продолжать, так же, как и Запад, за них активно бороться. И вопрос тогда перейдет, ну, как бы, в стадию вот даже нешеверной войны, энергетической войны с Россией. То есть я хочу сказать, что война не прекратится, пока Путин будет власти, пока Путин будет в Кремле. она будет активно, она не будет затихать, и, как это было в прошлый раз, на ту глубину, это будет продолжающийся конфликт, и его выраживание, как бы политическое замораживание, оно кажется малореальным. И в этом конфликте будут развиваться санкционные меры, действительно ограничить присутствие России на любых рынках ее экспорта, которые, в конце концов, создают какую-то критическую проблему для ее экономики. Так что вот я не вижу этого вот такого вот, ну, мне кажется, очень маловероятного вот такого вот сценария, полное повторение того сценария, да, потому что совершенно невозможно будет признать победу Путина в формате, что он отторг вот еще столько территории Украины, ну, и что с этим надо смириться. От сценариев ко дню текущему, Кирилл, вот смотрите, Кремль мотивировал начало всей этой бойни, неизбежные перспективы и расширения НАТО. Путин говорил о каких-то там геополитических раскладах, давал обещания освобождения, деноцификации, демилитаризации, а Столтенберг сказал просто, вы хотели меньше НАТО, вы получите больше НАТО. Швеция, Финляндия подписали свои заявки, и если Эрдоган не заерепенится, а он, судя по всему, там обещал заерепениться, то они, конечно же, в НАТО будут. И ожидается визит, судя по публикациям турецких СМИ, Путина в Турцию, к Эрдогану. Вот этот клубок, он как разрешается? Он, в принципе, это такой затык на развертывании пути такого путинского? Или это такая мелкая оплошность, мелкая неприятность, на которой он скажет, а, не создавали никогда угрозы, и ничего страшного? Нет, ну, это как бы одно из последствий, да, но это, понимаете, решение путинское, оно его, вообще его трудно рационально объяснить, до сих пор это совершенно трудно рационально объяснить, потому что оно неизбежно ведет к поражению России по всем фронтам, по всем фронтам просто. И мы наблюдаем, мы наблюдаем, как это происходит, воочию наблюдаем, как это происходит на разных фронтах, на экономическом, на внешнеполитическом, если хотите, кеополитическом, на военном, осталось только на моральном и политическом, но вот еще внутри политический конфликт. Кирилл Юрьевич, я благодарю вас за этот разговор. Спасибо. До свидания. С нами был политолог Кирилл Рогов. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте себе напоминания о трансляциях. Подписки и лайки – это чрезвычайно важная штука. Я, Стас Кручков, прощаюсь с вами. И берегите себя. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»